Весной вместе с таянием снега катастрофически обнажается уровень нашей чистоплотности и культуры. При виде разнообразных отходов человеческой жизнедеятельности невольно задаешься вопросом, а что если бы не было этих весенних субботников? Радует только то, что вопрос этот риторический, потому что люди работают от души. Настояние вообще прекрасное, погода хорошая, коллектив замечательный, все вышли на субботник. Надо помогать людям. Я живу в этом районе, чтобы под окнами было чисто. Весна, чтобы быстрее пришла? Да, конечно, чтобы быстрее все расставило, легче было ходить. Благодаря именно таким настроениям город, несмотря ни на что, потихоньку хорошеет, сбрасывая с себя груз надоевшего черного снега, льда и мусора. Сегодня работа кипела во всех уголках Ленинска, на улицах и проспектах, территориях, прилегающих к шахтам и частным предприятиям. У школ и детских садов работали около трех тысяч человек и несколько десятков единиц различной техники. Все вместе они сумели очистить сотни квадратных метров территории и десятки километров дорог. Только вот оценят ли всю эту красоту те, для кого отсутствуют такие понятия, как чистота и чистоплотность. Мы реконструкцию этого сквера делали, и хотелось бы, чтобы все-таки жители относились к нашему труду, ну, с почтением, я не знаю, с некоторым уважением. Если каждый из нас все-таки будет с уважением относиться друг к другу, с уважением относиться к нашему городу, с любовью, то у нас все-таки будет красивее, лучше и замечательнее мы будем жить. Вот и все. Не любят свой город, кто кидает. Не любят свой город, не уважают. Столько вклад в день шахтера было, столько вложено, столько трудов. Люди что делают некоторые? Хотят жить в сенарнике? Да, хотят, но мы, вот такие вот трудяги, будем против этого. И чем больше будет в Ленинске таких вот противников грязи, тем скорее мы сможем называть себя городом, в котором живут люди высокой культуры. Так что присоединяйтесь.